Всем привет! Сегодня будем готовить очень нежные, ароматные, домашние пирожки с картошкой. Это очень вкусно и очень просто. Но для того, чтобы сделать тесто для пирожков, сначала нужно отварить картофель. Картофельное тварь нам понадобится для теста. Чтобы картофель был вкуснее, добавляем туда половину луковицы. Солим за 5 минут до готовности. Отвар должен быть хорошо соленым, но не пересоленным. Пока наш картофель варится, на посылочном масле обжарим 2 больших луковицы. По желанию, если хотите и любите, можете добавить немножко молотого черного перца. Обжариваем лук на среднем огне до салатистого цвета. В токолок приобретет такой вот красивый салатистый цвет, снимаем сковородку с огня и будем ждать, пока наш картофель сарится. В никаком случае не выливайте отвар, он нам еще понадобится. А тем временем наш картофель готов. Отвар из картофеля я слила в стаканчик, он нам еще понадобится. Теперь картофель нужно перетолочь. Перед тем, как его толочь, я добавила немножко укропа. Укроп у меня замороженный. Если у вас свежий, то добавляйте свежий, там будет даже лучше. Картошку нужно перетереть до однородности. Как только она станет однородной, сразу можно добавлять лук. И также еще раз хорошенечко его перемешать, чтобы лук соединился с картофелем. Как только лук соединился с картофелем, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник до тех пор, пока мы не сделаем тесто. Песто спокойной душой, когда у нас есть уже начинка, можно делать тесто. Говорю сразу, что у меня сейчас на столе продуктов на две нормы. Но говорить вам будут ингредиенты на одну норму. В описании под видео будет также рецепт на одну норму. А вы уже смотрите сами, добавляйте, считайте в соответствии с тем, сколько норм вы хотите сделать. Итак, для того, чтобы нам сделать тесто на одну норму, нам понадобится картофельного отвара 200 мл, сухих дождей 1 чайная ложка, сахар 1 столовая ложка и муки 2,5 стакана. Соли я не добавляла, так как у меня отвар достаточно соленый, и нет смысла добавлять соль еще. Так как дождевое тесто не любит соленого, оно больше любит, когда в нем есть сахар. Все эти ингредиенты мы перемешиваем между собой, чтобы немножко дрожжи вступили в реакцию с нашим сахаром. Когда перемешаем, добавляем немного муки. Я сначала добавляю одну ложечку, перемешиваю, а потом фактически всю муку. Когда вы готовите дождевое тесто, очень важно, чтобы жидкость была теплой, не горячей, не холодной, а теплой. Если будет холодная жидкость, ваши дрожжи просто не поднимутся. Если будут слишком горячие, они умрут и также не поднимутся. Поэтому очень следите за этим. У меня отвар теплый. Сейчас мы будем вмешивать муку. Сейчас я высыпаю всю муку. Немножко перемешаю ложкой. И сейчас буду начинать вымешивать руками, так как тесто любит руки. Да и мне больше нравится, когда тесто вымешивается руками. Оно получается намного качественнее, чем если вымешивать просто ложкой. Вот я вымесила тесто, но оно у меня еще жидковатое, поэтому я досыпаю еще немножко муки. Чтобы оно не было жидким. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Вот такое тесто у вас должно получиться. Теперь мы его отправляем на 20 минут в тёплое место, накрывая поводильником, чтобы оно подошло. Понятно, что мука у всех разная, кому-то понадобится больше муки, кому-то меньше. Тесто у нас подошло, осталось 20 минут, оно поднялось. Теперь я руки смазываю подсолнечным маслом, чтобы тесто не лепло к рукам и с ним было удобнее работать. Доску также немножко нужно посыпать мукой, совсем чуть-чуть. И обминаем наше тесто, чтобы оно стало более эластичным, более мягким, чтобы с ним было удобно работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! После того, как наше тесто стало мягким, эластичным и не липким к рукам, можно формировать наши пирожочки, разделять их на порции. В зависимости от того, какие пирожочки вы хотите сделать, большие или маленькие. Предварительно смазываться в руки подсолнечным маслом, наши шарики нужно обкатать в руки ещё раз. Края нашего будущего пирожка должны быть тонкими, а середина довольно-таки плотной, чтобы начинка не порвала тесто. Не кладите много начинки, так как она может порвать тесто. Вот таким вот способом залепливаем наш пирожок по принципу вареника. Зажимаем края, ещё раз обкатываем в руки и вылаживаем на предварительно смазанную тарелку подсолнечным маслом и присыпанную немного мукой. Делаются эти пирожки в небольшом количестве подсолнечного масла, на огне ниже среднего, но так как плиты у каждого разные, поэтому самими нужно следить и буквально каждые 2 минуты переворачивать. Вот такие вот золотистые они получаются, они очень вкусные, мягенькие внутри. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, обязательно пишите свои комментарии, как у вас получилось, какие ваши мнения по этому поводу, мне будет очень интересно это узнать. Вот такое вот количество получилось на двойную порцию, посмотрите какое нежное, мягенькое, а главное тоненькое тесто получилось. В общем всем приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, пока!